Всем привет! Меня зовут Алексей Шеменков, шеф-повар ресторана Биф. Рад видеть вас на канале Биф Стори, канале о ресторанной жизни изнутри. Здравствуйте, Николаевич! Все готово? Все готово. Все готово. Чичи. Сива. Завтра большевский ужин. Моя собака не знает, сколько я зарабатываю. Я могу. Я накатить могу. Добрый вечер. Хочу представить. У меня в гостях сегодня Андрей Задорожный. Можно сказать, патриарх ресторанного бизнеса Украины. Это человек, который по большому счету сделал ресторанный бизнес как бизнес в Украине. Я право ли? Как системный бизнес. Как системный бизнес. То есть то, на чем люди зарабатывают деньги. Не просто игрушки какие-то, играться. Поэтому я рад тебя видеть. Мы как раз сегодня познакомились. Спасибо, дружище. Давай чуть-чуть. Хоть ты и не пьешь, но... Но я могу. Я накатить могу. Первый вопрос, который я хотел у тебя спросить. Вот ты когда начинал, да? Я там где-то читал, там, что 25 лет назад. Вообще, да. 25 лет назад. Ну да, в 89-м году. Первый ресторан, который ты открыл, сколько денег ты потратил? Ты помнишь или нет? Да. Мы работали с Димой Потеховым в ресторане Вернисаж, кафе Вернисаж на Подоле. Такой ганделок стеклянный был. Я работал там учеником бармена, он работал поваром. Делали там три блюда. Еврейское жаркое, индейка там в кураге. А я делал два десерта, чернослив со сливками и курага со сливками. В Советском Союзе других не было. Кофе. И мы продавали там водку. Тогда был сухой закон, нельзя было водку продавать, ее не было в продаже. Это был какой, начало 90-х, да? Это был 88-й. А, как раз пошла вот эта. 88-й год. Кооперация, да, вот это, блин. Да, это кооперативное было кафе, комсомольцы им управляли, от райкома комсомола, какая-то там группировка была. И мы продавали водку, у меня там подружка работала, были такие магазины, монопольки, ну то есть специализированные алкогольные. По водке, да, я понял, очереди. Да, 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 да. И мы с заднего хода покупали горбачевскую водку по 4,70 с зеленой этикеткой. Вот, приносили ее, прятали. У меня специальная под баром была нычка такая, люк, ковер, люк, ну все как положено. Вот, а потом у меня были наборы такие, кофейники, кофейник с таким носиком, кофейные чашки, блюдца. Вот, и постоянная клиентура приходила и говорила, нам, пожалуйста, три кофе. Да, и я наливал в кофейник бутылку водки, чашки. И вот в кофейниках мы продавали водку, она стоила у нас, ну я не помню, 9 рублей мы брали за бутылку, 4,70 себестоимость. Да, был хороший бизнес. В день продавали два ящика тогда. Да, ну то есть бизнес полностью не то, что черный, а смола. Всем привет, меня зовут Марина Левадная, и я серебряный призер чемпионата мира IBA WCC 2017. Сейчас у нас будет мастер-класс по тому самому Гэтсби, который победил на чемпионате IBA WCC. Значит, для начала охлаждаем посуду подачи. Привет всем, меня зовут Саша. Сегодня я вам расскажу о том, как мы готовимся к трем значимым мероприятиям, которые пройдут у нас в ближайшее время. Это открытый шефский ужин The Forest, празднование второго места, а именно вице-чемпиона мира IBA World Cocktail Championship 2017 Мариной Левадной. А также это закрытие месяца, мероприятие, посвященное Хэллоуину. Моя задача проверить, проконтролировать и сделать комфортно всем гостям в нашем ресторане. Пойдем, покажу, как это происходит. Тарас Николаевич, осторожно. Тарас Николаевич, можно вас на минуту? Пойдем, здесь светло. Добрый день. Добрый день. Раз, раз. Раз, раз, не надо одевать. Чего? Так прикольно. Стоп, внимание, минутку, смотрим на меня. Расскажи, пожалуйста, как проходит подготовка к Хэллоуину? Все готово. Что готово? Все готово. Будем делать какое-то маленькое шоу. Мы наливаем коктейли, официанты наливают виски, а Андрей Косачев наливает рассказы. Андрей Косачев наваливает. Наваливает. Владимир. Так, расскажи, пожалуйста, как готовится менеджмент к мероприятию завтра? Все 100% сценарий проработан, вызваны дополнительные официанты. Которым сейчас мы начинаем? 19.30. Отлично. Хорошо, расстановку утвердили? Конечно, все утвердили, все по схеме, по сценарию. Пойдем спросим, что же шеф прорабатывает. Спасибо, Вова. Сейчас пойдем к шефу, он готовится к шефскому столу, но завтра у него тоже очень важное мероприятие, открытый шефский ужин. Спросим, как готовится шеф. Первый ингредиент, самый крепкий, это джин. В этот раз мы берем Хендрикс. Далее это идет ликер Джифард Дикая Бузина. Очень цветочный, очень весенний, очень ароматный. Джин 20, ликер 15, 10 мл гибискус Моне. Дальше мы добавим лаймовый фреш, чуть-чуть его смешаем. Он расслаивается, поэтому это нужно обязательно делать. 5 мл лаймового фреша. Собственно говоря, апельсиновый биттер Ангастура, мой любимый биттер. Очень подчеркивает герань и очень подчеркивает джифардовскую бузину. Один джифард биттера, дальше мы делаем супер шейк, супер мощный шейк. Аромат, конечно, сумасшедший. Свобождаем посуду ото льда и выливаем основу. Ну и, собственно, освежаем, финишируем коктейль. Это миоль просека, также аналог шлюмбер. Коктейль готов. Украшение идет изомальтовая карамель, но так как сегодня у нас такой мастер-класс именно по коктейлю, поэтому пробуйте, делайте. Кстати, в эту пятницу будет очень крутая вечеринка. Называется она Great Friday. В этот день я буду готовить для вас этот Great Gatsby, угощать всех. Также в этот день будет последний день, где бар 69. Придут все, кто здесь работал. Приходите, делайте селфи на фоне старого бара, так как это будет последний раз. Шеф, привет. Я сегодня в роли юриста. Ты готовился, ты ел, пробовал, что ты будешь доводять сам. Кто-то подопытный кроль сегодня был. Все проработал, было вкусно, подопытные кроли вам бегают по залу. Официанты? Да. Они же офицеры? Они же. Сегодня шефский стол большой, Володя где-то бегает, обирает. Ты с подачами тончил, посуду выбрал? Все тончил, все выбрал, все подготовил. Посуду отложил? Крусталь блестит, все красиво. Завтра большой шефский ужин. Что за шефский стол, о чем он? Кости могут заказать превосходный шефский стол, прямо в сердце нашего ресторана, в открытой кухне. И насладиться очень вкусной едой, которую мы готовим прямо у них на глазах. Ты готовишь? Я готовлю. Все радуемся, пьем, получаем гастрономический оргазм. Два слова о том, кто же такой Вова Соловьев. Вова Соловьев, это дирижер, дирижер оркестра в ресторане. Сейчас мы найдем Вову, пойдем поищем Вову. Тебе сомневаюсь меньше всего. Спасибо. Пойдем. Вовочка, ты мне нужен на трамотаже, хочу тебя кое-что спросить. Иду? Да, давай же у тебя. Вова. 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 Я сегодня в роли интервьюиста, как сказал шеф-повар. Мы сегодня снимаем ролик о том, как мы готовимся к открытому шефскому ужину, который уже неоднократно обсужден. Но еще один уникальный проект в нашем ресторане, это шефский стол. Вот на правах, авторских правах, хотел бы, чтобы ты вкратце, в двух словах описал, что это за действие все такое. Ну что ж, шефский стол. За шефским столом собираются гости, кушают. За шефским столом готовит только шеф. Наивысочайшего класса мастер-класс, но в сочетании с домашней атмосферой. Спасибо, Вова. Спасибо, сэр. Да. Осталось спросить у Марины, как же ее подготовка на Грейт Гэтсби. Мариночка, на два слова. Мы все точно знаем, что ты готовишься на мероприятие, которое у тебя пройдет в пятницу, посвященное твоей замечательной медальке, твоему достижению. Достижению всей страны, без преувеличения. Вкратце, как твоя подготовка, кого ты пригласила? Я пригласила всех ребят, которые были со мной в Копендагене. Также пригласила всех своих друзей, всех бывших сотрудников БИФ, потому что это их вечеринка. А еще у нас маленький секрет. Это заключающая вечеринка нашего бара. Он восстанет, как Феникс. Спасибо, Марина. Да. Пойдем. У кого идея вот эта пришла? Потому что на самом деле это такой крутяк. У меня, да. У меня были, понимаешь, у меня были очень хорошие помощники, у меня были очень хорошие забутыльники, были очень хорошие друзья, потому что мы же жили вместе. Мы вместе, у нас была общая дача, у нас была общая яхта. Мы вместе путешествовали, вместе занимались бизнесом. У нас там росли люди, у нас все были управляющие. Дети росли вместе все, да. Да, да, да. Рожали, сначала рождались, а потом росли, да. Люди, которые, у нас все директора, управляющие заведениями, были из официантов. Ну, то есть выросшие из официантов. То есть выросшие у вас, да? Конечно, да. Ну, а в чем основная идея была? Вот тут ты, как, вот раз, стрельного, да, козырь, ну, карта, должна быть какая-то сеть, собрать, да, в чем? Ты знаешь, наверное, с первого успешного заведения. Потому что мы когда-то сделали, как ни странно, там, заведение Miami Blues, которое там за, ну, ему сейчас там 25, по-моему, или 26 лет, вот. И он, там, первые, там, 19 лет ровно, там, зарабатывал цифру в цифру, да, 24 часа в сутки. Мне в Киеве нравится, я люблю очень душевные заведения. Я считаю, что, как ни странно, я же сетевит вообще, да, первая была такая сеть, большая, да. Но я не люблю сети, да. Я считаю, что ресторан должен быть семейный, да. Я считаю, что в ресторане должна работать семья, которая за этот счет живет. Ну, ты живешь сейчас за счет ресторанов или нет? Я живу сейчас, да, за счет ресторанов. За счет ресторанов у меня, ну, у меня есть, конечно, запасы какие-то, да. И я немножко консультирую, у меня есть несколько побочных каких-то направлений, да. Ну, я понял, да. Ну, основное, да, это рестораны, это рестораны, это мероприятия какие-то, это маркетинг, да. Я могу жить в свое удовольствие за 30 тысяч гривен в месяц, понимаешь? Я могу жить и за 30 миллионов, но я могу жить за 30 тысяч в месяц, гривен, вот, вообще ни в чем себе не отказывая. Ну, то есть, моя собака не знает, сколько я зарабатываю, ну, то есть, она меня любит и таково, понятно? Ну, да, 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 да. Для молодых ребят, которые хотят там что-то свое открыть, какое-то, может быть, пару советов. Ну, самое главное, этих советов очень мало. Первый совет, самый главный, советский совет, да, это любить людей, если вы не будете любить людей. Второе, это беспредельничать снаружи ресторанов, то есть, ходить, смотреть, тусоваться, ездить, путешествовать, получать эмоции, читать книги, развиваться и правильно набирать себе людей, команды. Слушай, ну, давай, сейчас вот сегодня примем здесь правило ресторанное, новое. Новое ресторанное правило, которое попадет в Википедию. Не существует качественно отобранных людей. Набираем 20 человек, из 20 оставляем двоих. Все, точка. У нас в гостях был Андрей Задорожный. Heavy Metal. Heavy Metal. Спасибо большое тебе, да, спасибо. Привет, вы в кадре, снимайте рюкзак. Доброе дня. Друзья, вы представляете, это счастливый обладатель книги от Гарика Карагодского «Как потратить миллион, которого нет». Виктор, верно? Да. Виктор, а как вообще, по-вашему, можно потратить миллион, которого нет? Сначала нужно его заработать. Золотые слова, золотые слова. Ваша книга? Автограф на обратной стороне от самого Гарика. Спасибо. Правой рукой. Читайте на здоровье. Спасибо. Спасибо. Вы, я надеюсь, уже прочитали. Конечно, я наизусть ее цитирую, я во сне ее цитирую, понимаете? Хорошая. Прикольно. Совпадение. Не думаю. Не думаю. Не думаю. Не думаю. Но в нем не могу. Ты смеш Equity. Не думаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совеп� готов. Первый с 있. Не думаю. Вы.